и защита просто просто они не получают дебаф графа все но при обороне а при атаке он не дебаф немного ниже ну там раза два-три немного шаблон стрелков организация андреев не сгинь шаблон запоминать открываешь пехоты не смотришь делаешь поддержку рот и поддержки саперная рота развед рота под того госпиталь и и и рота связи госпиталь не нужен был лучшим если ты сделай госпиталь это такое госпиталь ну ладно ты самок тебе в принципе можно вы не встать мне госпиталь совку точнее но и да и я себе тоже не буду брать это может только тем странам у кого мало людей но и потому и горнику не надо там чел тут парни вашей а потерь так куда в оборонку француз перестань обучаться ты пи обучаешься сначала играть потому что мы не только как это не только чем это структуру а в в в в в в в в в ну нападать нужно танками может что-то убрать книги наши танки наш танки делаются но их лишка дефицит нас дайте мне палить власти прошу вас а пехотное снаряжение у нас нет уже в обновлении ну кому скинуть плюс один свои три в день красоты до больших чуть не помогли по будущему из представляю нас на мультиплея слайд снаряжение будет теряться в бою ну ладно если чем уже кинзы на 10 худой конец и тесто к тебе визина за защиту порта а машинки на ночь понятия не имею машинки у нас танковых дивизий не прокладывай про посчитать что-то понимал это осталось западным мысль на балансе львы да да детская сколько у меня портов кулка да сколько цена или вот просто возьми одну дивизию сколько на весь берег надо ну просто так вдруг у меня будет хорошо бы оборонять всякие ключевые точки я посмотрю его там вроде портозе вас для этого пони француз 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 начинай посты чехолик у меня кусты до тройки пока что француз француз не может по мере на москве на москве они там быстро строится теперь урока штата на смотри там где то кусту в своей виде бюкс и талия до сколько там 5 уровней так тут хорошо всего у меня провинция побережья 62 которые надо оборонять ну вот хорошо если пехотка останется там для обороны портов индии хватает нет он сказал он сказал посчитать все провинции которые побережь вдруг а если оставить столько нет нет смотри видишь вот у меня это устья которые восточные устья я их не беру не рассматриваю восточные кого восточные ну вот где я буду оборонять вот это устья рек вон там я буду обороняться там уже будет тираж стоять ты так мне не хватает пехотки и мне не хватает артей ребят в принципе я думаю вот если Африка будет выиграна то на западное побережье даже током и не надо ничего ставить надо чисто вот восточные может там конечно к Африку может конечно к Африку я макару я макару да танцуй я тебя разбил в смысле я тебя разбил ой я вижу спасибо как мы будем в Турцию давать в 7 лет они нападут да осталось 60 дней о а кому будут трогать вы тоже хотите упариться в Турцию нахрен не надо ну вообще то надо выделяй что-нибудь Гарников я не знаю у нас нет как в той порте США коммунистов и что то такое только СССР ну зачем зачем мне коммунисты ну вам надо давить Турцию по любому добровольцам СССР вот в пролив хотя бы так тут у меня я буду дэфать Индию а кто это говорит СССР еще один фронт Дэша будет дэфать Индию спасибо спасибо вот еще нужно Британская Малая Британия это же потом передай Австралии чтоб на нее не смогли напасть или отдельно он попросит я там они отдельно смогут объявить британской Малая войну да да тогда не стойте вот в северной Барнеу стойте в Сингапуре так 13 дивизий там уже немцы стоят у меня 30 фабрик ничего себе а начинал было своих 17 13 фабрик поставил неплохо у меня у половины дивизий не хватает снабжения ребят нормально стабильность у нас блин надо уже горностровиков начать делать ребят война через год дайте мне полтора полтора года ну у нас почти пустые дивизии у нас у меня вообще нет дивизий у меня тоже почти пустые давай больше арты делать зато за это время арту мы успеем доделать у нас то линии ПВО и ПТО нужно делать на которых нет завода то есть пока что это заполняется там уже можем придумать что-нибудь другое у меня вообще нету фабрик блять я буду стоять и в устье рек короче да за городом и сломая все что в этом вьетнаме есть случить есть конечно ну и сейчас же ну перед вами так давайте поменяем их на обычных и британец тоже уйди из этой из малайи три дивизии че не жалко вообще то малайя там дофига всего а я пуре да это 4 играет ведь че тебе не нравится да с той стороны Франции подожди ямата а что ты тут делаешь тогда я че то линии мажино не вижу вот это правда Саня ну давай четвертого еще ж не время еще ж не время а еще не время Таня вернусь в школу строится год окей начал строить начал так я чувствую короче Францию можно реально не дефать можно там сразу можно сразу в районе москвы дефаться знаешь там или под Днепру вон под Днепру Саня нормально сразу сразу за Урал да ой я построил 14 корабликов с начала игры это нормально я с начала игры построил 101 самолет молодец маленький город 4 3 120 подводных лодок давай не то есть строить сцепление на границе прокатим ну смотри мне не хватает арты и допки кто мне даст мне вообще всего не хватает да ой надо было на Индии садиться Ямато на Францесс ну смотри прям прям звучит ободряюще француз дальше уходи то есть дальше куда дальше в смысле я не здесь буду обороняться ты чё да я поставил их на это я буду в 4 провинции держать оборону так стоп где мои колониальные так может в областях что в 4 что в областях в 4 властях не в 4 провинциях это где я там такие 4 провинции нашел ну вон посмотри где там уже бункера я построил я тебя не могу видеть а бункера можно увидеть в любом случае ты знаешь где Бенгалия ну вот ну что то я их тут не чую а вот вижу вижу по речке только ты что как то странно немного надо было дальше строить в горах видишь где город я здоровен ты чё там сколько провинции это невыгодно плюс станет током пас что то я не вижу этих бункеров что то я тоже да я вижу в этом регион есть восточной Бенгалии вот я на стратегию всегда Индию обороняет именно вот в этих 4 провинциях стратегию идите в баню как мы стояли вот это нормально ой там сальника там слишком много дивизий надо это невыгодно у меня сейчас бесконечные дивизии будут они крепаются главное чтобы эти дивизии которые не просто будут жрать снабжение а которые вообще воевать будут через 30 дней начнут ну а вот на счет этого я не обещаю а у меня чисто у меня чисто это 30 фабрик строят все то что дивизии будут это будут а вот какие они это уже так не ко мне вопросы в смысле не ко мне вопросы вы чё вы самый главный фронт считаете ты посмотри сколько их будет много зато так выбирайте либо вы мне сейчас назначаете ленд-лиз и я упарываюсь во время мира нельзя алё а ну все либо я сейчас упарываюсь военной заботы либо во время войны вы мне назначаете ленд-лиз и мои дивизии во время войны давай бункера артиллерия я точно смогу тебе дать Андрей я прогонял францию у меня было около 50 военных заводов 66 нормальных дивизий так что готов шаблон был там пехотки сколько состав то и три акции но мне кажется мы уже тут ничего не сделаем потому что они уже перебрались на этот на континент смотрите блицкрик от корабельки как правильно жевать Турцию за рубыни все все я обиделся какая румыния с Италией были высадки там я не знаю окружение потерять 100 тысяч если румыния так вот легко и хорошо берет но фишка в том чтобы брать именно после войны с Грецией да кстати там островочки из островков да нет чувак мы ничего не сделаем тут все убегай не ну почему мы тут прилетим как идем конечно и будем отступать все что мог предложить по этому поводу так счет интересно фокус это вот давай так поставь четвертую скорость вы вы испытать карамельку на прочность чтобы посложнее ну он на третьей скорости воевал по всему миру за румынию так что ты посмотри только на это господи это читы какие то прошлая румыния не могла так я я вижу румынию войска и я хочу посмотреть не это хорошая игра не то что ну прошлая румыния против вас будет на испании воевать а ну тогда вообще испанский фронт можно оттуда уходить вообще у меня дивизии там даже не стоят сколько там 10 хватит я готов США просто приведи дивизию 10 в граните так дивизии в Стамбулу вот посмотри вот эти которые у меня на береге стоят посмотри с чего они вот эти вот я приведу этого хватит вот эти которые на береге какие на берегу 3-1-1 ладно Сыше скажите сколько надо добавить этих ну вот этих блять полков грандстилков вот сейчас мне просто хочу посмотреть 5 9 Саи кто контролит ты я контролирую Таня что что сколько еще над полков грандстилков добавить у меня еще 3 полков у тебя должна быть шина фронта ребят я же сирию не удержу 4 ракеты уходить а как посмотреть этот шильный фронт он написан все главное ребят он не разгонится с ракетой у него нет там у меня сейчас 12 до 20 до 20 до 20 да ребят а почему почему он это делает почему что это делай что хочешь да кому говоришь где а серии ну это наверное потому что там нет хотя вы же в Британии тут держать наверно будете как то пойду я в Египет тогда эти девизи нет а вы же в Британии наверное держать будете ну там смотрите Румыния дикая фал сейчас ты против карамельки вежда да я пока не особо ну ты там Британия можно мне пожалуйста еще это в английском у меня пехотка минус 6,5 я начал разворачивать иди понятно ну а артиллерии артиллерии у нас просто нет дивизии нет еще арты нужны что ж вообще не это не по кайфу как то играть так не ну вы же учитывайте что у вас чистка еще не прошла нет нас не пришла чистка у нас не прошла этот ну посмотри там у нас там тоже есть так смотри конечно все на русский народ тысячи артиллер а все мне уже да ну еще там какая у тебя противопехотная атака фау фау я помню вы мне пехотке дать хотя бы там тысяч 5 да да война саша саша сколько у тебя противопехотная атака у вас удивительно хорошо но ну корень поздравляем на столице в стамбуле двадцать две дивизии морские которые не имеют этих минусов а ну у нас двадцать одна морская дивизия думаю это неспроста кто за дихий человек откуда у нас укрепляем охрану портов бт армии откуда у него столько как раз таки эти горнострелковые дивизии туда и надо чем сказать м откуда у него не столько опыта и чё горностровиков по портам ну видимо да поэтому крещение будет проводить горы 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 я не могу отправлять добровольцев хоть у меня коммунизм что за бред я готов закупаюсь закупайся ну пока будем строить во время войны надо будет так еще потом поставим во все океаны моря по одной подлодке ну во все эти этим ты займешься мне это лень делать мысля мысля но это все будут делать то есть возле себя потому что я же до всех не дотянусь серьезно чтоб я все эти вот проклассы в черном море да вообще ну везде вот британия особенно вот эти океаны все у кого есть там по одной подлодке что просто конвой убивались о крепление господи где находится челябинск у нас уже сейчас и судя по тому что творится в турции я боюсь что в египет там все закончится я так скажу ты британец зачем ты танк в египте держишь в порт забегу он бесполезный то есть то есть ливан я один должен брать в смысле я в Ливию избуки в порт ой ну в Ливию вы пока наконец так там ничего сильно не держите франция франция посмотри куда Австралия встала вон туда надо вставать да Австралия встала отстанет меня только эта Австралия до ку я не буду оборонять а нас с другой стороны реке я не буду оборонять что там крепения не появились за полгода в смысле встроиться кого от меня хотите вон это уже по двоечке где-то уже по троечке я не буду оборонять я не буду оборонять я не буду оборонять пожалуйста что я тебе дам ну лэнглиис как не может тебя ой у меня минус тысяча машин тупая ты франция ты можешь перейти сука да идут они успоко ничё себе румыния потеряла 100 тысяч летом стоять румыния очень больно поэм вот так румыния они хотят в одну правительственную тупая м м как тебя британец я не понял для чего мне нужно до послачения роты поддержки а я их не изучал еще тебе очень много народа это самое важное топ роты поддержки и какие именно минуты нужны тверка тверка есть разведка есть то есть уставник был в 9 хорошо а тогда понял тут почти родни ром румынская так и захлебнула конечно столько иззади забить погоди захлебнулась нифига не захлебнула все если это бьют вперед они умирают в этих горах и через реки я вам расскажу сейчас если будет хотя бы одна высадка успешная то турция просто капнет так пять так и девушки и порт кр но порт и сетей я понял почему армелька больше не пробивает потому что у него тупо закончилось снабжение у него на всех не хватает слушай а че может остатки флота переведем нет мы не сможем перевести филов а в этом балтики тоже подлодки поставили тассы и полоски вы и так где воевать мальчик нету просто вот докуда дотягиваешься и бритя который грант оставьте везде по одной подлодке ну в каждом другое я пробежался подводным водками вот по торговым путям как вот из японии поплывет германию то есть это средиземное море если сберут там не кипят и и побережье африки плюс еще побережье и индии и вокруг себя еще возле бразилии венесуэле я с этим тоже займусь только вот только везде снать не ступать в бой то наверно кого раскидываешь поиск уничтожения ставьте не чувак там подводные просто вдохнуть будут получил от чего ой нифига что то что это еще оравли и расхерачку так комплекта возникнуть а вот создать новых вот нашел кнопку но молодцы кажется вы стабилизировали фронт вот такой стойка докажет но потери рубынии двести две тысячи уже с уж как они постепенно в основном снабжение на пике а сколько прошло у меня слева не знаю двести три тысячи смысл и ровно я знаю в чем суть суть в том что я просто не хватает вещь у нее такая же практически эффективная дивизия я могу добровольцев послать служить вперед давай давай мы тут все что и нормально общие семь девизий счастливы турция в комментариях тогда если выжить топовый генерал какого нибудь разведка че тут то плевать а кто добровольцев посылает США если проживаете семьдесят восемь дней то я тоже приду проживем не не посмотри на посмотри на эту битву там турция с им немножко осталось там захватить совсем капельку отлично турция как британец мне вот эти тридцать два корабля куда вести в средиземный или ла-манша так опять весь свой флот ла-манш переводи по румынии чтобы вы понимали достаточно франции весь свой флот у меня сейчас полтора яма по моему солдат да где-то так я случайно вообще просмотрел но я оказывается буду посылать отлично сейчас сейчас им сейчас им контратаку будем делать это британец будет 300 пушек 14 сентября прибудут я не понял у меня весь свой британец весь свой флот в ла-манш или куда а я такую спрашиваю бриталия это франция а ну нормально спасибо большое я ничего не понял короче будет в средиземном да кище долго до того ты подстроил еще французцы я говорил в средиземном о второй второй тяжелый крысич сейчас нас пробить могут мин не умирайте может быть хорошей турбы еще не лет и город остался до войны целый год смотрим на машину зато у нас ровно столько заводиков сейчас сколько было у них мысли 0 он строится где 0 покажи мне 0 покажи мне 0 самый север по деколе может быть там есть хорошо дальше шампань 0 там еще фокус пройдет и писали дивизии при приперлись и надо он уже и вот они ройки все так у меня на северную в турции блин на фронт но я тогда в серединку стану чтобы они видели что мы сильны на севере они дальше я вижу сеть а вот я просто если начнет если что у нас на юге на юге у меня только одна не полная дивизия горнострелков вот как то когда так но он не сильно нет на юге он переводится до маринов и все остальное поэтому ее кто-то проходит я думаю им понравится эта дивизия из 5 артиллерии так как карамелька и любит да я потом еще буду до досылать но добавлять если у меня останется там чего ага что у меня за дивизия у меня дивизия 160 пехоты противопехотная атака США ниже ниже видишь они атакуют сам внизу у нас кстати говоря об этом все уже продали плавает цык так ирландию оплыли куда они плывут то это дивизии походу проекции не а все фигня уже не пробел беру свое слово обратно мне интересно на иди играть ты еще не воевал удобно ты имеешь в виду ты смешаешь, а не ниже кто-нибудь там сэр же ну я как бы давно уже коммунисту власти У них дивизии неполные, можно будет какой-нибудь... У нас стоит. Таша, убери поддержку. А чё у вас неполные-то? Держи всё её. Я чё-то забыл про это даже. Так, вот чё-то уже строить новые, а арты не очень хватает. Ну ладно. Для малолитских ресурсов. Я, наверное, начну стратеги строить. А их надо сначала следить. Ладно. Потом. Если не оставь её, в коне, пожалуйста, дивизии иди дальше. Ух, пытается пробить, удачи. Контр-отар. Всё, короче, сейчас капнет Турция. Ну, изъем на руке. Они чё, пробили, что ли? А, США, а может она нападать там, где у тебя стоят четыре дивизии? Да, нападает она. В США стоит. Я нападу сейчас. Я просто думал на север, на север уйти. Ладно, ибо. Готов. Готов. Ой, сколько дивизий. Так, изучаем ППШ с небольшим отставанием. Сейчас начнём дешифрование изучать. Отрезайте куда-то кармашенько и всё. Ну, мы не можем, нам сказать. Кстати, а вроде по правилам в пехотные дивизии нельзя танки добавлять. В смысле? Спецдивизии. Я видел такое правило. Спецдивизии, ВДВ. А, нет, стоп, нет, сейчас подождите. А я их открою, посмотрю. Стоп, я вам не знаю? Сненная организация выбрать или защиту? Не знаю. Ты, как три, укойтери? Нет, советникам. Воинник. Час странных, какое-то тебя возьми защиту моего. У меня? Я тоже думаю, что там странное. Она не тащит. Барцеллерии есть. вот эта штука не значит и наверно на этот мою пойду туда нашло место делать все есть пашку вот по 70 по 60 дочь завода мне строить ну ка то что у нас я на их пойду будут смотреть на что по средине воздали мусор то все едини там этот катар мне нравится мне очень нравится паратруперы которые стоят на границе со мной это так стимулирует француз да слушай везде сиди в зиму полшире вот короче напомнишь на том что их объем это типа рисунка виск это будет маркетинг я специально замаскировал вот чего не было этой ворота связи если будет хорошо инициативу ой почему эти дураки так я же не нажимаю брал мне 100 пехотки в день держите турцию контратакор я щас приду через 16 дней я побегу ребят продержитесь еще около 100 дней и не не 100 да 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 не не 100 не 100 я обманываю вас 97 процентов капитуляции а потери регулировать шестьдесят 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 это организация ну так вот сейчас до города дойдет все ну да ищите шестьдесят терминопост попал кустам но я хочу посмотреть что у нас способность шестьдесят семь в случае четыре организации больше ну потому что накопался я не могу управлять добровольцы почему он старали а может у меня фокусах там есть так ну короче строить строить вот так ищет как стать доминионом я просто ни разу не играл с этой стороны там вся полосочка видишь короче есть такая когда она будет полностью тогда ты будешь доминион а то есть никогда да спасибо все все горносыжки готовы по идее шалов пробуем вот так что и теперь мы мы даем прокуроризация и успели в целом вот все возможно в году в 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 н в в в в в в пошло дело смотри что нужно теория двух наций брать мнение 2 2 2 нации теория двух наций он меняется социально сша сша нападает пожалуйста черед одной дивизии работе западе западе на них и отрежем сша быстрее нападе отрежем нападе отрежем нет не успел ну молодец на пасть у меня не было нигде вот на твоя дивизия стоит север не отдан если бы напал там мы мы сделали окружили бы их я тебе кричал какой они не надо нападая на дивизии нападая на дивизию которая он стоит а вот молодец правильный по ребят а тут можно еще вперед проходить но он водит и там сша на юге и может ходить уже сша 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 погодь тебя тебя пробивают я понял зря это вперед или наверное все на кипре я смотрю сейчас хотел не получилось ну ладно сейчас а вот этот стабилизирует эту джоку и зачем все на кипре две кони чтобы было ай ай тут наверняка это канадские пацаны на кипре так что так сейчас наших трех горных стрелков выбьют если что я не умру поздравляю нормально все получается контратаки лево-право монстры все хорошо и вот так как тут неудобно сша сша а не все слава богу я в атаку если вы куда-то отступаешь и его шансы так и вот сколько а на столе сша но мы не хотим дать шоу франции в суде на 100 8 если что ж для только не город только не город россии в колумбии там колумбия бразилия кружила здесь он там умер 300 тыс калашин надо стабилизировать что тут бичары куда-то не отступать не отступать ни шагу назад не тут все похоже не нормально держимся сейчас вот я за счет того что город стрелков меняя наказки в сфере в сфере отступает в сфер ну вы прям по тонкому льду в турции ходите красавцы анкарус уже 99 я могу уйти отсюда и пойти все британия успела прийти да поздно уже да не поздно чуть пытайся так все все сюда на этот на юг на север да да отлично на север на север да там входит правильно на север 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 у кого у людей уходили на север на север на север на север на север никак со своей невозможно так инфанции не знали франция приоритетнее если подойдет египет он был в сутках сицилию аманец ну тут хорошо там хорошо у нас все хорошо кири и артиллерии не хватает кому нужна артиллерия франция юг крепись там где швейцария что ты там не поставил а зачем но они нас пробьют там а у вас какой год тридцать ура 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 обойтись у него нет январь 39 в сайт оппозитору а там тут там там салфетки не было а что ты сделал сын компактам первой нити нового он сейчас он не по уровню я ничего не знаю только и открытие динамику итальянский язык италии сто восемьдесят две дивизии куда а у него 24 конных триполи Вися, почему ты птичку не пустил в эту катку? Без него вообще нельзя играть. Ну, если бы птичка сел на Румынию, одно дело, но когда птичка собирается и так на бедных ковыряющих союзников, не надо, спасибо. А ладно, тут фал, как раз птичка заходит нормально. Если птичка сел на Румынию, тут фал, а карамельку кто контрить будет? Сазакс, он вполне это и... Они на одной стороне, с карамелькой. Вот, как раз таки он и нерфит таким образом в свою сторону. Сазакс не нерфит карамельку, вообще сейчас пока никак не нерфит. А, ну сидели бы они на одной стороне, ух. Так они на одной стороне сидят. Будем сто лет куда-то. Так вроде, его ребят же, нет? Они пока еще не строятся, они... Ну, сужен, пятиш. А, нет. А, на одной стороне? Да, да, да. Да, да, нет, не надо еще. Дальше, что. А вы там, Финляндию, как-то что-то где-то, куда-то? Зачем? Зачем? Так, что нам дают женщины в авиации, интересно? Бажно, дают тебя. Ну, вообще-то они не нужны. Нет, вы записаны в вашей стране, женщины могут служить в авиации, и все, больше, чуть ли не написано. Вот зачем ты это сделал? Мы с этими дивизиями заходим, наверное. Я не знаю, что ты паришься. В прошлой катке то же самое было. И ничего, Малая не воевала. Ну, возможно, потому что они, дураки, может, они теперь знают что-то. Да там просто не хватало. Там, блин, рач пробить не удавалось. Да, Малая там вообще дивизий не было. Чего-то... Чего-то фигово индийское. Саня, нихняя Япония слабее нашей. У нас в начале войны было 190 дивизий. Извиняюсь, можно скорость поменьше? Все, что-то скоро надо готовить, все дела. Саня, они уже готовятся, а у нас до сих пор фронт с тобой не общался. Определенная часть нет. Самолетики давай. Какие самолетики? Ты шучишь? В США? Парди вези во Францию. Куда-то. Не пар, а шесть, а шесть сорок. Блядь. Слушай, где мне... Слезай, где мне люди... Блядь, ты там в парцах куда-то ссор. Ты сейчас старалась. Ты посмотри, какие они. Ты понимаешь, это просто, чтобы они не высадились. Зачем? Чтобы у всех лагало. Тактика какая. Спасибо. Твой комплекс перегревается, выключается. Что вам не нравится в моей... В каких колониальных бригадах, которые охраняются... Ладя, ты французский порт занял? Порты. Да, 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 занял. Саня, у меня всего 20 тысяч людей, я не знаю, что мне делать. Там гуки у тебя есть всякие. Гурки. Гурки, кто из них там? Кто меня звал? Тебе нужна теория о двух нациях. Французский, короче, смотри. Почему ты не берешь теорию о двух нациях? Какая теория? Бля, а команда что ли? Вот этот ролик не бери. Вообще-то нужно. Там, смотрите, это убирает... Смотри, имперские, войские, чувачки, 5% военнообязанности. Ребята, объясняю для особо умных. Социальное учреждение мусульман. Фактор военнообязанности населения минус 20%. Теория о двух нациях изменяет это на фактор военнообязанности населения плюс 10%. Нация единства плюс 8%. Так что, кто мне что тут гнал? Кто паузу поставил? Ладно, ладно, снимайте паузу. Банан, ладно. Это их. Эээ, кто у меня фабрику забрал? Ну, тварь, вернули. Жилосути. Француз. Да, да, да. Возьми моторизованную дивизию, которую у тебя со старта, и оставь их в центре страны или ближе к квартану, чтобы бегать. Проход есть в Инди-Сюнди, у тебя берег будет защищен. Кто-нибудь пусть тогда держит, это, Бельгию. Я встану в Бельгии. Черт, черт, мой женой не завезли. Прежде чем американец придет? Ээ, когда-нибудь, да? Я ж приду, наверное. Это не то, что, наконец-то, американец должен ехать. Да, не то, что, наверное, не кто. Просто закидай такими говнодивизиями, которые у него на берегу стоят. Не-не-не, вот эти не на берегу. Это Саня, Саня, Саня Фал, Саня Фал. Ага. Вы будете синьцзянет эти под себя забирать? Не скоро еще, тебе говорю. Блядь, какой не скоро? Война скоро. Ты шуришь, у нас сейчас антифашистская дипломатия, которая будет изучаться 210 дней, которая закончится уже после начала войны. А потом еще антикапиталистическая дипломатия тоже должна 210 дней изучаться. Только после этого можно примириться с Японией и потом здесь с Индзянь. А ты еще и поняла же? Нет, или нет? 50 дивизий есть. Вообще вот эти вот три дивизии, которые у меня в Индии, я бы их распустил. Нафиг нужно. Да пусть стоят, идиот. Ну как бы лишний мэн пауэр. Франция, где мои дивизии у нас стоят? Везде. Пускай пока что просто дружат. Австралия должна Индии еще дефать. А США-то по модуле там закатывали, чтобы Япония не приехала. Мэйор Франция, в общем. Вошли 50 дивизий. А эти что за бомжи? Девушки струйте тут. Ждите своего че. Ага. Стоп, а почему здесь дивизий нет? Кто здесь или? Это пусто. Идет сюда. Блин, как же хорошо и быстро США застроилось. Мне нравится. Застрой Францию. Еще к дивизике тащил, угол вообще классно. Я говорю, плывут 50. Ой, нихуя. Посмотри, какие. Бесполезные. Я сказал, застрой Францию. Не бесполезные, ты посмотри, какие плывут. Франция. Америка родненькая, любимкая. Ко мне приплыви тоже. И к тебе плывут, я же говорю. Там каска и саперка. Ну к тебе каски плывут. А, вот вижу. А вот во Францию нормальные. Ох, нихуя. 30 дивизий, 360 касок, 150 арты. Нет, во Францию 50. Не нравится. Подожди. Да. И в Индию 50, только в Индию совсем другие. Щедрый США. Во-во. Только смотрите, как-то странно, Витя, как-то они странно в Индию плывут. Я им нормально сказал плыть, но они решили. Ну, они как поплыли. Ну, пока не. Американский театр 2, 50 розыгрышки дивизий. Отдельник надо. А, нет, пускай там будут. Какие из них тут не нуем? Так, все, может быть. Так, все, оптично. Они почему-то решили через шведский канал плыть. Ну, ладно. Лишь бы не умирали. Лишь бы быстрее доплыли. Не, ну это успеют. Что, может, нула третью скорость, нет? Да нет, пусть будет вторая, вы тоже проверьте все свое. Может, что-то... Да, мы ничего не проверяем, ведь вот с чем штука. Там уже разберемся, чего где-то. Интересно, сколько мне для модернизации нужны пехоты? На факте это эти поцелоподдержки? А, не должно хватить. Я вот думал танки строить, но что-то как-то... У нас пустой абсолютно фронт с рейхом. Ты не находишь? 86 пехотных. У них было столько, столько только против Румынии, столько было у них. Да, у них, блядь, у них начало было 300 дивизий. Что-то вы слабовато как-то. Ну да, у нас только 151 дивизий. У нас 1,6 миллионов, у них было 2. А у них где-то 220 дивизий, вы смотрите. А ты баталишь, слушай, отлично. Ну, мораль поднимаешь, ну, все. И фронт немножко разный будет. Вы там побольше высадок всяких делайте, ладно? А то, ну, сами понимаете. Были бы у меня дивизии для высадок. Да, это смотри, француз, как ты можешь сделать? Ты передай вот эти свои три дивизии под мое командование. И все. Ну, заводников? Я не могу. Ты можешь. Нет. Кстати, Ирина в этот раз может по-другому сыграть. Он может не нападать и не пытаться продавливать Францию, а может просто подождать Испанию. Хотя, конечно, в Испанию он вряд ли верит. Мы тоже подождать можем. И что, у меня... Нет, мы посадимся в Голландии. Ну, я понял, сначала подождать. Япония 42-й же, да? Да, но понимаешь, в этом месте воевать такой, если бы там Дальний Восток сидел. Британский рак. Ты что, мы с вами нападили? Отправить войска. Отправка экспедиционного корпуса. Акт агрессии. Сперва мы должны сступить в войну на стороне государства Британской Индии. Чтобы отправить в страну Британской Индии экспедиционный корпус, она должна быть в состоянии войны. Так, а почему все поплыли одни? Бомжи не поплыли. Народ, объясните, пожалуйста, почему именно наши тима всегда забывали делать самолеты. Всегда. Афиг нужно. Мне ходбоев не хватило, чтобы они все могли плавать. Ты посмотри, сколько у Рейха самолетов. На 140 метров. Как у Испании мотивы самолетов? У него венгер, только все залоги застреливаются в поле. Венгерс тысяча почти. У меня тоже почти тысяча. Чё-то мне вообще очень не нравится этот. Я понял, есть. Наш план с Турцией войны. Потому что чё-то мы там их поставили, они же просто налетят, нас выбьют, а мы не сможем ничего отдыхать. Мне нравится одна дивизия Рейха у Ирака. Ух ты, а там в Турции, кстати, немецкие дивизии. А чё у вас в Турции такой перебор по снабжению? Это так задумано? Что они там дохнут? В регионе там они дохнут. Вот я прибежал из под любому соединственному навяжению к птичке. Мне это не нравится. Я чё-то не подрассчитал. Ну ладно. Галактики не страдают. Не, я про то, что можно их пока убираем, они страдают. А сделай себе этого. Я про то, что можно макабристи, чтобы не дохнуть. А потом по необходимости подвезти. У нас есть же генералы, которые горные стрелки. Блин, немного не рассчитал. Риталия, мы же, но риталия. Это... Что да, наше звук. Вот же у нас есть. Где я хотела? Где я хотела? Мы не туда его. У меня есть 500 танков. На заводе конкопельцев. Пятьких. На одном столе 500 танков. На другом, ой. Так, здесь сейчас я с лошадком тоже сделаю генералу, у которого минус снабжение. Сейчас вот он. Во. Ничего не изменилось, нет. Ничего не изменилось. Ну, главное, что я успел до войны выучить то, что хотел. Полить власть растет, ура, товарищ. Нам еще Ленинград, правда, этими самыми дивизиями закрыть, нет? Так, у меня тут осталась одна подводная лодка, я ее опущу вот сюда. О! В Третий Рейх отправил дивизии в Африку. Французцы. Не забывайте во все моря по одной. Нам нужна ударная просто группировка, чтобы забрать один порт, единственные немцы. Где? В Африке. В Африке. Американцы долго плывут до Индии. Так у меня конвоев не хватает за этого, блин. Не доплывут, да? Не доплывут, боюсь. Ты еще давай, это вся армия. Ну ладно, вся сколько-то. Артур, точно мы успеем настроить? Что-то мне кажется. Успеем. Окей. Ну вот ПТО я смогу кинуть. Вот, нормально. Хорошо, Вен. Мы, понимаешь, даже если я захочу, я проскакать не успею до порта, там дивизия стоит, охраняя этого. Я уже припыл, почти приплыли в Франции. Народ, у кого есть 8000 пехотного сторожения? Что за ту... Что мои дивизии делают? Почему они... Я только сейчас Англия может... Народ, у кого есть 12000 буксируемой арты? Мы не в войне. Почему они останавливаются во французском... Это... В Марокко? Что они делают? Британия. А. А зачем ты их в Африку пустил? Они... Автома... Они пацаны побежали в Индии. Марш прослак как-то. Как-то они странно. Ладно. Надо было просто сначала их на Западную поезжие отправить, потом через Филиппины в Индии. Да я вроде так и сделал. Надо было что-то делать. Британия. Я надеюсь, ты сможешь удержать Саламанш. Притания. Британия. Я надеюсь, ты сможешь удержать. А что это Назар? А вдруг ты сможешь удержать. Филатом. В Финляндии. В Финляндии. Главное, когда в Сфинляндии вывезут. В Финляндии? Ага. Британец. Что? Ну ладно. 8000 пехотки будет? Не сейчас, у меня сейчас минус 4000. Почему раньше хочется? Я забыл, что очень важно забыли изучить. Что? Второй уровень, тоже на выходку. Я могу тысячи четыре. Серьезно, и я еще в 38-ом выучил. Кого-кого мы забыли учить? Второй уровень, тоже на выходку. Не знаю, что у меня в Ницце стоит одна машинка, ребят. Ребят, мне нужны дивизии на оборону. Мне не хватает. Кому? В Франции. Да ты посмотри, уже почти приплыли, вроде как. Вроде как. Вот смотри, те дивизии, которые в Брете, не кидаешь их на Италию. На итальянских францах. Зачем? Италию у тебя должны. Все нормально, тут только британских 48-х что-то. У меня в Ницце стоит одна машинка. У вас там везде арты много. Еще одна. Сейчас они не все доплыли, они просто сразу не могли все поместиться на эти мои конвои, потому что их не хватало. Они теперь тут доплывают. Их 50 всего должно быть, считай. Почему же тебя занимают область? Быстрее, времени мало осталось. Не так мало. Индия, видишь, где твои дивизии? Здесь Демное море, посмотри. Вот они плывут к тебе, как странно. Ну ладно. Мне нравится, что Германия не выставила прям ни одной дивизии. У нас есть 10 танковых дивизий. Давайте, Лай, ну завтра. Может, пойдем на Рашель Бухарет стався? Против Карамельки? Вперед, Рашель. Ну, против Рейха, ты предлагаешь стоять. Я предлагаю стоять. Я вижу, что... Просто стоять? Я вижу, что изучал. А танками чего делать? Танками тоже просто стоять. Просто они быстренькие, они смогут дырки заткнуть, если что. Видишь, у нас в танках... Мне кажется, вы не выпичь. У нас танк... Если что, если откроешься... Может, ты их шире расставить? Внизи, погодь, погодь. Да, можешь шире расставить. Там у нас есть противотанковая установка. У нас броню пробивает любую практически. Они... Я вижу, кстати, у осят, у всех осят, что они брали. Ну, чё брали. Телегоний интерес к оси зачем-то берёт. Так, ребят, вы поставили дивизию в Дольщ-Швейцарии? Я могу... Там это, ребят... А мы жену сделали... Ребят, в Дольщ-Швейцарии сделали мы жену? А... Надо было. Ты дебил? Там уже идёт подготовка войны с Швейцарией. Он там ни одного уровня не поставил. Я у нас построил. Дело плёвое. Так, мы у нас с него, ну, кажется, британский ракш. Это француз выше четвёртого уровня, не строй, нет смысла. Интель, радуйся. Вопрос, ребят, вопрос в другом. Кто будет... Я у тебя купил что-то. Вопрос, ребят, в Дольщ-Швейцарии охраняйся. Кто? Да, кстати, да. Британец, почему-то, британец, почему-то ставишь вот так дивизии. Интересно. Я потом их подвинул. Я потом их подвинул. Ой, Сэм, ты ещё, ты же, те дивизии, которые у меня с севера разворачиваются, ты их убираешь, что ли? Куда они убираем? Ну, типа, там просто, я просто хочу на фронт. Я просто хотел с Финляндией, который там сейчас, но вы брать инляндийский. Американец, ты плыви, Канаду, прокрылся, Аляск. А нормально там, хватает. Да ну, вы чё, гости, кто туда высаживается будет? И японис. Там у меня флотно-виснется. Так, надеюсь, по ВО нам пришлют. Так, сапожки. Сапожки, они, они плывут. Начну, короче, войну с Лангизой. Да. Да. Сразу. В смысле, ну, что с Швейцарей делал? Я могу... Ребят, я могу гаранч в Швейцарии снять. Кидата... Я кидаю гаранч в Швейцарии. Война начинается 9 сентября, как раз у Швейцарии. И нормально будет. Мы не знаем, что они до сентября, это... Да, они до 1 сентября возьмут фу. Они вообще... Ждаем завершение 9 сентября. А первое, что мы сможем гарантий кинуть. Видите, а нарушение правил. В смысле, что? Нет, с первого сентября можно фабриковать. Фабриковать можно, который год, но все нормально. Ну, а что тогда мешало... Отчет тогда мешало в гражданской... Ну, с 39-го. Да, да, точно. Фабриковать можно так, чтобы претензия была готова к сентябрю. В чем проблема? 600кс! Вот, смотри, читайте 13-й мажором, до 1-го января нельзя клепать КБ. 1-го января есть, ну и все. Окей, я могу клепать КБ. Там сейчас Сазекс раздумится. Погнали на Польшу. Погнали Швейцарию, сами заберем. 1-го сентября. Четко, следуйте правилам, все будет хорошо. Нет, все уже плохо, так что... А Эстония вот... А, нет, еще ж не время, да. Нам фокусов не хватит, нафиг Эстонии и все такое, да. Так вы же без слов. А они автоматом примутся, Сань. Кто их начнется война с ехать, они примутся автоматом. Американец! А почему 800 самолетов? Где? Бутинга. Да, вот так вот. Мартонамдам и инвестиционно? А, то есть... Потому что Британия строит, да, Британия? То есть... Серьезно? Не удивило, что Франция не строила самолеты. Так, что это тут? Ну, как бы, француз, там понятно. Как бы, у британцев сейчас должно быть по 10 тысяч самолетов есть что? Да, 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 да. Ну, по 2 с половиной. Чего? Государство... Революцию начали. Опа, она... США, готовь кинуть Мексику. Отправляйте, отправляйте! В смысле? А, так можно... Я еще не прав. В смысле, а революцию разве можно делать? Я ничего не трогал, я говорю. Они сами. Тут я даже фокусы не брал. Нет, а Бот, он не брал поддержку национализма. Он развитие политики вообще не брал. Это они поддержали, наркоманы. Ну, а это вообще... А у нас оно разрешено? Да, вот так и видно. Разрешено славе добровольцам. А, вот так. Слышны добровольцам, нельзя проиграть Мексику. Вот. Где мы... Вот он. Вот, смотри, Мексик... Радж, я у тебя покупаю вольфрам, прикинь. Блин, мне еще там это надо. Да, я вижу. Только мне до поснащения полторы тысячи надо. О, этого у нас добра много. И людей пару миллионов. Господи, в Индии, у которой просто охренящий солдат, у нее, блин, в одной провке живет 35 миллионов, 9 миллионов, 14 миллионов. Послайте забывать. Нажимаем на Россию, хотя бы миллион, 900 тысяч. А что я гарантирую не тех? Вот, Сань, за контролюшем, за контролюшем, за контролюшем. Только ничего, что... Только ничего, только что я могу брать только добровольцам, и все. Остальное брать не могу. У тебя там куча фокуса. У тебя там куча фокуса, и все осталось до конца. Ты понял, что еще? Ты, может, продлилась, если все согласны? Нет, я не согласен. Никто не согласен. Я с вами, у меня зато резакт. Надо смотреть, что они натворили. Может, не нужно все до сих пор? Да, скорее всего, да. Скорее всего, она не нужна, так сказал. Просто хочу посмотреть, какие дивизии в Виталии. Я хочу построить на Францию. Нет, можно доиграть именно до 1 сентября, чтобы уже потом в силе никто ничего не перебрасывал. 6-2-2... 6 касок... Я считаю, что это правильно. Надо сегодня доиграть до 1 сентября. Чтобы понять, что мы все неправильно сделали, но хана, да? Ребята, ребята, итальяшка сделал 2 ПТОшки в одной дивизии. Чего он сделал? Он... О, вот его нормальный дивизий. Короче, у него в одной дивизии 2 ПТОшки. Хотя я танки не строил. Разведка, соберка и поддержка арты. И две арты. Короче, итальяшка и дивизии. А кто сказал, что итальяшка все время будет с тобой? А? Я так думаю, они все направятся как раз таки на нас сейчас. На всякий случай я по-все сдавлю, что я могу сказать на Рейх. Да. Ты хочешь к Италии встать, что ты? Нет, я просто стою. Ну, как бы, если на нас не нападут, ты... Ты, Британия, смотри, в Иране поддерживают фашизм. Почему ты как-то странный? Ну, смысл, а как... Иран уже сделали фашистским. А, законно? Италия должна быть в другом месте чуть-чуть. А, это законно? Окей, что... Ну, смысл Иран фашистский? Иран фашистский? А это законно? А это законно, серьезно? А что они делают, что за прикол? Они всеми подержали там на той... А, они потом хотят туда что-то... А, Индии подавляют. Мне кажется, это надо запрещать. Что за... Так, вылетите еще и на фронт. Мы таким образом можем за Францию взять, создать французскую Антанту и все. Они не имеют права напасничать Словакию, Югославию, Румынию вообще... Ну, на Румынии ладно, не трогаем Румынию. Они не смеют, не имеют права на Чехословакию тогда нападать и Югославию. Все. Кинуть гарантии Польша. Они не смогут на Польшу напасть. Все, потому что по фокусу взяли. Ооо, американцы приплыли, братья. О, папаша. Так, я тут с вами. Витя, а вот это законно, что... Витя, это что за бред? Да, это законно, что Ось поддерживает идеологию и всякие революции. Ну, а правилами это запрещено или разрешено? Ну... Мы этого вопроса не обсуждали. Да. Ну, так, если хотите, если вам интересно, мы, в принципе, уже заканчиваем, можем обсудить после этого дела. Давай обсудим, потому что это бред. Ну, что за бред? Мы про этот Иран вообще о нем не думали. А до войны осталось 3 месяца и что? А что в Иране случилось? Ну, посмотри. Витя, он... Ты посмотри, сколько там фашиков. А что будет, если Иран станет фашистским? Он в Ось попросится? Да. В Мексике итальянцы, румыны и немцы. Его примут в Ось. И он наваляет, они пройдут через него, и да. И они проходят Индию, вообще, да. Пацаны, вы знаете, что японцы за нас в Мексике? Что? Смысль. Смысль, да? Он не тем отправил? Идиот. Он не тем отправил. Кек, ну ладно. Что, Рашид? Там у меня сазы сейчас сгорело. Уже слип. Все, я Японию победил, считайте. Ну, значит, не расходимся после конца, обсуждаем этот момент. Как бы все еще можно придумать, я про то, чем поставить либо ограничение, либо что-то еще. Так что будем обсуждать. Надо запретить к фигам. Надо запретить к фигам. И как о возможности это использовать в следующих партиях. Либо о том, что нужно запрещать. Для удачи его на обоих сторон. Нет, Витя, это используют. Таким взял, добрее. Двигайся сразу. В какой черте мира, что-то такое могут забыть. Витя, Витя, таким образом, мировая революция в массы, коммунизм во всех странах, комментарии... Да, маски, как я же этому назовусь, а это все кидают коммунизм в Швейцарию. Все. Ну, значит, обсудим это все дело. Либо отменять претензию на Швейцарии. Как решите все, так и будет. Правильно. Вы можете на железной дороге, как они сейчас столица возьмут. Мексикой все равно не уходят. Да, не, я успею добежать. Тогда вот так вот и решим. Не, что-то я не хочу себя на границу... Что-то я обсчитался так. А Аргентина запрашивает кого-то неожиданно ко мне. Мы же не... А, так. Точно. Не, я не хочу себя подборком, я себе хочу. Надо как-то это... Это не решай, это бред. Может сделать в США то же самое, что и с Бразилией. В Бразилии... Ну, к США... Танки, вот они, Бразилия. Да, и взяли в столицу. Че, вперед. Мои пробивают, да, пробивают. Хы. Русские. 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 Эти танки сейчас пройдутся чарджингом. Ленгер, выберите. Вы че это, британецы, австралийцы, русские в одном не состоите? Зачем вы так делаете? Ну, сохраняйся, да. Можно на железной дороге, можете встать возле меня? Ну, ребят, одна минута, давайте доиграем на первого сентября и снимали. Не, так тоже нормально, то есть мы уже... Кстати, тут Гоа прикройте. Хотя бы одна дивизия. Че, пойдем кумекать? Идемте. Куда? Да. Выходить можно уже. Ну, куда? В какой? Да, можно выходить. Да, все. Интересно, как у Индии вообще будет ДФЦ? Не вижу у них нормальных управлений. Можно кайкутить просто пару. Че, все уже, да? Ну, так время.